Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об интернет-магазине, который называется Beauty Depot. Сделала я там первый раз заказ. Представлено в этом магазине большое количество косметики и парфюмерии. Парфюмерии есть как обычные парфюмированные вода, и также есть селективные нишевые ароматы. Делала я свой заказ именно из-за парфюмерии. Именно мне хотелось заказать какой-то парфюм. Сначала о самом магазине, заказе, о доставке. Сайт довольно-таки удобный. Можно легко найти интересующий вас бренд, интересующий вас какую-то вещь конкретную. То есть все разбито очень удобно по графам, по разделам. Если вы зарегистрировались на сайте, то вы можете закидать в корзину какой-то товар, и уже может быть не сегодня, а завтра или через какой-то другой день его уже оплатить, купить, уже точно знать, что вы хотите его взять или нет. Доставку, вернее оплату я производила банковской картой. В принципе никаких проблем не вызвала. Все оплатила. Мне прислали письмо о том, что заказ поступил, что они начинают оформление. И потом через 5 дней мне присылали уведомление о том, что заказ передали на почту. И уже с почты в течение недели уже заказ был у меня. Все было на все хорошо, все нормально. Никаких у меня нет ни претензий к магазину, ни к качеству, ни товара, ни к чему в принципе. Единственное, что вот конечно долговато, они собирают сам заказ. То есть вот 5 дней у меня. Я читала отзывы про этот магазин у других людей. Там некоторые говорили, что 7 дней собирали заказ. Но мне кажется долговато все-таки немножко. А так в целом очень даже неплохой магазин. И он меня порадовал. Упаковано было все вот в такую небольшую коробочку. Вот с такой бумажкой. И в принципе больше тут ничего нету. Просто сам мой заказик и вот там вот накладная. Вот над ней еще увидела пакетик. С логотипом их магазина. Итак, покажу, что я заказала. Заказ я свой делала собственно из-за туалетной воды Нина Ричи. Вот такую я взяла с розовым яблочком, который выпускается с 2013 года. Не буду коверкать название. Все ссылочки я оставлю под видео. Взяла именно 30 мл. Не люблю большие объемы. Беру обычно либо флакон 50, либо 30. Ну вот сейчас взяла 30. Ну, просто так, чтобы вот на лето хватило. На оставшуюся часть лета. Ну, думаю, про этот аромат не нужно ничего говорить, потому что все его знают. Приятный, цветочный такой, фруктово-цветочный, с ноткой сладости какой-то. Держится, ну, где-то у меня часов 5 он держится. В принципе, больше нет. Ну, наверное, все. Я больше не буду про него ничего говорить, потому что это все известно. Хочу просто немножко показать, что я еще взяла. Взяла я два пробника. Вот один такой и другой. Сейчас я покажу их и расскажу немножечко. Взяла пробники селективных ароматов. Очень много наслышана. Цены, конечно, на них довольно-таки высокие. И просто так вот, не глядя, купить, ну, как-то я не готова. Поэтому взяла два пробничка просто узнать, что это такой селективный аромат. Слышала такое мнение, что если вы хоть раз попробуете такой аромат нишевый, то вы не сможете от него никогда отказаться. Ну, поэтому захотелось просто узнать, что это такое. Ну, и первое, что я заказала, это туалетная вода «Жозефин». Представлена она в виде вот такой конфетки. Очень интересно упакована. Пробничек. Вот так выглядит. Мы его развернем. И я расскажу, как она. Ну, вот, собственно, обыкновенная. Вот с таким пульверизатором можно прыскать. А этот пробничек у меня 1,6 мл, небольшой. Что по поводу аромата? Сначала, когда вот я его просто, если понюхать, или когда вы только наносите на кожу, мне очень нравится. Там преобладают какие-то фруктово-цветочные нотки с кислинкой, немножечко есть сладости. Ну, мне показалось, что на лето как раз очень здорово. Но потом, когда вот нанести, если на тело, то эти запахи выветриваются, и уже остается более такой, ну, тяжелый, что ли сказать, запах. Ванильно-мускусный, с какими-то чуть-чуть древесными, может быть, нотками. Уже, мне кажется, тяжеловатый, и на лето однозначно не подойдет. Ну, вот осень, наверное, осень, ну, да, вот, наверное, на это время года. Не скажу, что они супер долго на мне держались. Ну, где-то тоже часов, наверное, 5. Потом я их совершенно не ощущала. Даже вот пыталась на руке, допустим, понюхать, и я уже его практически не чувствовала. Ну, в принципе, я особенно не умею описывать ароматы. Это вот мое такое мнение. И я, в принципе, сделала себе небольшую такую памятку. И чтобы рассказать подробнее, если про этот аромат. Это, кстати, итальянский аромат, и год созданию 1805-й. Начальные ноты у него бергамот, черная смородина, боярышник, персик, листья фиалки. То есть, вот как раз такая вот приятная композиция. Ну, как-то мне показалось, и я именно когда выбирала по этим нотам, сделала выбор свой именно в пользу вот этого аромата. А ноты сердца – это роза, жасмин, ирис, ирис, гиацинт, сирень, герань, пион, гвоздика. И ноты шлейф – это уже сандал, ваниль, амбра и белый мускус. То есть, вот как раз такие вот и ваниль есть. Вот я именно ваниль больше всего, наверное, и чувствую на себе. Вот. И второй пробничек – это вот так он уже выглядит. Очень интересное тоже оформление в виде маленького письмеца. Он был здесь запечатан, вот так заклеено. И там лежит тоже бумажка, письмо напечатанное. Ну, как-то приятное такое оформление. И, собственно, сам пробник. Вот так вот он выглядит. Он уже не без распылителя, а без палочки тоже. Ну, просто вынимается крышечкой, и уже можно наносить аромат. Здесь уже 2 мл вот этого пробника. Он, так называется, он Citizen Queen. Сама марка Juliette has a gun. Ну, я ссылочки все оставлю на вот эти тоже пробные парфюмы. Вот этот аромат тоже оказался зимний. И у него, что изначальные, что конечные ноты, они такие древесные, тяжелые. Держится он, кстати говоря, лучше предыдущего. В принципе, целый день я на себе ощущала его. Неплохой аромат, но, опять же, не на лето. Не на лето, не знаю. Возможно, вот зимой мне захочется чего-нибудь такого, но сейчас нет. И сейчас я тоже зачитаю, что какие ноты входят. Год создания у этого аромата 2008, Франция. Ноты сердца, ирис, лапа, дану и мира. Ноты шлейфа, кожа, ампра, бессмертник. То есть, ну, такие довольно-таки тяжелые. И запахи, не знаю, даже, может быть, немножечко мужские напоминают. Ну, вот, собственно, все. У меня был такой небольшой заказик, пробный заказик. Понравилось мне, в принципе, все. И я буду дальше заказывать, да, с этого сайта какую-то парфюмерию. И, возможно, что-нибудь еще. Цены, да, действительно сравнил с другими магазинами. Интернет-магазинами, обычными магазинами. И цены все гораздо дешевле. Пересылка платная, но не какие-то там баснословные деньги она вышла. Вполне приемлемая. В принципе, если даже с кем-то сложится, то будет совсем очень все неплохо по пересылке. Ну, и на этом я, наверное, свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. И пока-пока, и до новых встреч.